В эфире Гарант Безопасности. Это передача о самых актуальных новостях в военной сфере, военных компаниях, специальных операциях и их результатах, зонах конфликта, самом современном вооружении. Меня зовут Эльмир Мусазаде. Здравствуйте. Карманная артиллерия. Грозное оружие для танков и бронетехники. Противотанковый ракетный комплекс. В этом выпуске нашей передачи мы продолжим говорить о ракетах, пробивающих даже самую защищенную броню. Ракетах, имеющихся на вооружении азербайджанской армии. Спайк, Корнет, Скиф. Три модели, уверенно заявившие о себе. Модели, испытанные на поле боя. И если в прошлом выпуске мы поговорили о спайке, напомню относительно недавно появившемся в арсенале вооруженных сил страны, но уже эффектно себя проявившем, то в этом выпуске мы поговорим про разработку украинского конструкторского бюро «Луч» ПТРК Скиф. Итак, в Скифе применена полуавтоматическая система наведения по лучу лазера. Обнаружение целей наведения обеспечивается с помощью оптического и инфракрасного прицелов, что позволяет вести огонь в сложных погодных условиях. Но особенностью комплекса является возможность наведения ракеты на цель из закрытых позиций и укрытий, что снижает риск поражения наводчика ответным огневым ударом противника. Кроме того, интересна траектория полета ракеты. После пуска она летит на длине визирования на высоте около 10 метров и снижается на уровень цели на конечном участке полета. Лазерный луч при этом светит в плост ракеты и только за долю секунды перед ударом переводится на цель. Комплекс комплектуется ракетами калибра 130 мм и 152 мм в транспортно-пусковых контейнерах с тандемными, кумулятивными и осколочно-фугасными боевыми частями. Базовая модификация ПТРК Скиф состоит из установленной на треноге пусковой установки транспортно-пускового контейнера для ракет, прибора наведения и пульта дистанционного управления, который позволяет вести огонь с дистанции до 50 метров. В Азербайджане данный комплекс наша съемочная группа видела на вооружении у Государственной пограничной службы. И нам стало интересно, с какими задачами способен справиться Скиф и на что делается упор при его производстве, отличающий его от своих собратьев. Мы делаем уклон первый, это на безопасность оператора. Именно поэтому в этом ПТРК предусмотрена возможность дистанционного управления этого комплекса на расстоянии минимум до 50 метров. Это первый момент. Второй момент, безусловно, делается на возможностях ракеты, чтобы ракета эффективно поражала цели, в первую очередь бронированные цели, и цели, скажем так, до глубины не менее 800 миллиметров брони. Понимаете? И в том числе, и она эффективно применялась в сложной, это третий момент, в сложной обстановке. То есть имеется в виду и климатическая составляющая, это и дождь, туман и все остальное. То есть она могла применяться в этих условиях эффективно. То есть это такие моменты. Украина работает и дальше в этом направлении по совершенствованию ракет, потому что, например, на выставке «Сброя Беспека-2019» была представлена новая ракета, РК-10. Это противотанковая ракета, но это в большей степени ракета уже авиационного базирования, в первую очередь предназначена для этих целей, для авиационной техники. РК-10 имеет больший калибр и летит на большую дальность, чем это усмотрено в тех же самых ракетах «Барьер-В», которые есть на вооружении Азербайджана и применяются на вертолетах ваших. Безусловно, главным его преимуществом является соотношение цена-качество, ведь «Скиф» обходится нашим вооруженным силам гораздо дешевле своих аналогов. При этом, как заявляет производитель, он способен пробить любой современный танк с мощной динамической защитой. К слову, он принят на вооружение вооруженных сил Азербайджана в 2010 году, а в 2016 распространилась информация о том, что «Скифы» оснащены новыми модернизированными ракетами. Была разработана новая модификация ракеты, в которой, первое, дальность пуска увеличена на 500 метров, то есть 5500, теперь она летит. Второе, бронепробиваемость доведена до 1100 миллиметров, то есть практически на 100 миллиметров добавили. Увеличен вес боевой части, количество заряда, несущего на этой ракете. Дело в том, что для «Аптура» очень важно, для самой ракеты очень важно именно бронепробиваемость и дальность пуска. Почему? Потому что чем ближе танки и бронеобъекты противника подходят к нашей линии обороны, тем больше вероятность того, что они смогут вести прицельный огонь. Поэтому, да, эти ракеты есть, они уже прошли все испытания, и на сегодняшний день, я думаю, если представители военного ведомства Азербайджана пожелают с ними ознакомиться, то КБ лучше им с удовольствием это предоставит. Еще один немаловажный факт. «Стугна-П», экспортным вариантом которого является ПТРК «Скиф», испытан в реальных боевых условиях, что позволяет в дальнейшем проводить модификации ракетного комплекса согласно испытанным тактическим требованиям. В частности, известно, что производители работают над повышением вероятности поражения цели, которая изначально составляла не более 75%. Сейчас же, по словам экспертов, эта цифра близка к 100%. Здесь система наведения по лучу лазера. Притом, особенность такая, что ракета выстреливается, она поднимается на определенную высоту, летит, и уже непосредственно перед объектом она опускается и поражает этот объект. Особенность в том, что, в принципе, луч можно держать на цели определенной промышленности времени, а можно ее не держать определенной промышленности времени. То есть, когда ракета пошла, секунда паузы, там, 2-3 секунды ты знаешь приблизительно какое расстояние, показы света не делаешь, потом, после, когда уже приближается, когда время подходит, ты можешь подсветить цель непосредственно. Или постоянно держать цель на прицеле, и лазер постоянно держать либо в хвосте, либо на цели. Здесь же получается как? Ракета ведется достаточно хорошо, она достаточно хорошо летит в воздухе и при попадании в цель она эффективно поражает. При том же, я не могу сказать, как она применялась в Азербайджане, но по применению в украинской армии очень много положительных примеров и эффективность поражения ракеты приближается к 100%. Ну, все зависит от случая, от случая, от оператора к оператору, но тем не менее эффективность достаточно высокая. Предполагается, что в использовании скиф также неприхотлив. Он способен выдерживать различные условия, как погодные, так и ландшафтные. К примеру, от минус 50 до плюс 50 градусов не должны сказаться на его эффективности. Однако все же на поле боя решающую роль будет играть умения и навыки оператора. К слову, как мы уже отмечали в предыдущей передаче, в последнее время все большую популярность набирает взаимодействие карманной артиллерии силами спецподразделений. Тут уже на передний план выходит другая разработка Укроборонпрома – Корсар. Транспортно-пусковой контейнер и аппаратура наведения ракеты собраны таким образом, что оператор комплекса должен целиться и стрелять, положив Корсар на плечо. Наведение на цель по лазерному лучу проходит в низкоэнергетическом уровне излучения в целях скрытности канала управления. Корсар позволяет вести огонь на дистанции 2,5 километра. Корсар можно рассматривать как предшественник «Джевелина». Он тоже второго поколения, тоже надо держать крестья на прицеле, но это легкий пехотный переносной противотанковый ракетный комплекс. 2,5 километра дальность пуска ракеты, управление тоже по лазерному лучу. Вронепробиваемость 800 миллиметров, в принципе, как для пехоты, прекрасный вариант. Еще раз повторюсь, при совместном производстве снижение цены можно достичь почти в два раза, и это будет выгодно обоим странам для поставок или закупок в свои вооруженные силы. Если «Стугна-П» более тяжелая версия, то «Корсар» более легкая версия, здесь немножечко меньше ограничена его дальность, то есть это 2,5 тысяч метров, и бронепробитие это 550 миллиметров. Насколько мне известно от наших военных, когда я общался с ними, то это достаточно неэффективное средство. Достаточно очень хорошо себя проявил именно в первую очередь «Скиф», и как и против бронетехники, и против бронированных объектов. Можно в интернете найти множество видео, которые связаны с этим. То есть это достаточно неплохое средство, и он, насколько мне известно, поставлялся на экспорт не только в Азербайджан, а в другие страны. Есть версии применения ракет производства «Луча», которые также применяются в этих ПТРК и на модульных комплексах. При этом, по словам экспертов, на испытаниях украинские «Скиф» и «Корсар» проявляют себя не хуже «Джавеля». Как разработки украинского оборонпрома, так и западный аналог не дают шанса противнику использовать защитные системы и бьют в самую слабую часть танка. При этом «Скиф» и «Корсар» стоят в десятки раз дешевле. Если сравнивать характеристики антитанковых ракет, то украинские разработки имеют большую дальность стрельбы, продевают более толстую броню, но необходимо учитывать и другие особенности. Это ПТРы разного поколения. Это примерно как мы сравниваем автомобиль «Жигули» советского производства и автомобиль «Мерседес Бенц». Это разные поколения. Конечно же, «Скиф» и «Стугна» подвергают опасности оператору. Причем не просто во время пуска, а, допустим, если ракета летит на дальность 5 километров где-то порядка 20-30 секунд, то все это время оператор должен смотреть в прицел, держать перекрестие на прицеле. Это в условиях боевой обстановки. Ну, соответственно, его защищает от прямой видимости противника только перископичность самого прицела. Она составляет там порядка 500 миллиметров. Поэтому в данном сравнении оно немножко некорректно. Это следующее поколение ПТУРов, когда пустил и забыл. И еще один есть недостаток в том, что наши ПТУРы поражают цель напрямую. То есть они вот куда видит оператор, навел перекрестие. И фактически это получается либо это лобовая броня, либо фронтальное расположение, место поражения цели. Опять же, ПТУР, тот же ПТУР «Джевелин» и предпоследнее поколение спайков, они делают так называемую горку. То есть, когда ПТУР подходит к самой цели, непосредственно к цели, он поднимается вверх и бьет в верхнюю полусферу. Это на сегодняшний день самое незащищенное место у любой бронетехники в любой стране мира. По словам украинских экспертов, если скифы появились в арсенале азербайджанских вооруженных сил в 2010 году, то сейчас Азербайджан могли бы серьезно заинтересовать более современные корсары. Причем в данном случае речь идет не только о пограничной службе, но и для национальной армии. Более того, Баку и Киев ведут переговоры по совместному производству данного ПТРК. Возможно, я не исключаю, создание отдельных элементов той же самой ракеты для стубной ПЭ или для Корсара, который остается в Украине, отдельных элементов создавали бы, например, в Азербайджане. И в итоге, например, или отдельные элементы создавались в Украине, а потом они в одном месте собирались. То есть мы говорим, что Азербайджану было бы интересно, чтобы производство тех или иных элементов этой ракеты было в Азербайджане, часть была в Украине, например, и мы совместно создавали какую-то определенную ракету. То есть, например, если говорить, то же самое намного ситуации быть с оптикой. Если у Азербайджана есть возможность с оптикой, то это, например, оптические прицелы, которые могли бы потенциально использоваться, могли бы, например, производиться в Азербайджане, а ракета производится в Украине, и делался бы комплекс в Азербайджане в целом. То есть, понимаете, нужно найти в этом контексте какую-то общую интересную модель, которая позволяла бы быть интересной как Украине, так и Азербайджану. Понимаете? Потому что была модель достаточно эффективная и интересная между Украиной и Беларусью, когда этот комплекс «Скиф» создавался совместно, потому что оптика была белорусская, а ракета была украинская. И это получило дальнейшее развитие. То есть мы до сих пор в этом ключе, до сих пор развиваемся и иногда сотрудничаем, грубо говоря. Если мы говорим просто о сотрудничестве Украины с Азербайджаном, возможно, можно было бы похожие какие-то алгоритмы тоже придумать. Безусловно, для вооруженных сил Азербайджана в первую очередь выгодны техника и вооружение, которое хорошо бы себя проявило на театре военных действий в зоне Карабахского конфликта. В этом ключе отдельный интерес представляет кооперация украинского и турецкого военно-промышленного комплекса. К примеру, вот этот боевой модуль, созданный турецкой компанией «Аселсан», совместно с упоминаемым ранее украинским конструкторским бюро «Луч». На модуле, предназначенном для установки на броне машины, используется уже знакомый нам «Скиф». К слову, уже были пройдены испытания модуля, совершен ряд пусков ракет по различным мишеням. Украинские конструкторы из конструкторского бюро «Луч» сообщили, что в ходе испытаний все ракеты успешно поразили цели, а иностранные партнеры остались довольны результатом. То, что Азербайджан грамотно подходит к подбору оружия, было доказано в апреле 2016 года. Тогда, всего за четыре дня, нашим войскам удалось ликвидировать внушительное количество вражеской техники. За четыре года, прошедшие с тех пор, войска страны продолжили повсеместно наращивать военный потенциал, учитывая приобретенный опыт, что, несомненно, сказывается на боеспособности азербайджанской армии, о которой говорят и за пределами страны. С начала 90-х годов, я имею в виду война на Нагорном Карабахе, Азербайджан, насколько я понимаю, уделял особое внимание развитию вооруженных сил. Вы сегодня имеете хорошо обученную, полностью практически укомплектованную боеспособную армию, которая, по моим оценкам, допустим, в состоянии одной войсковой операции решить проблему Нагорного Карабаха, если будет на это политическое решение. В эфире был «Гарант безопасности». Это передача о самых актуальных новостях в военной сфере, военных компаниях, специальных операциях и их результатах, зонах конфликта, самом современном вооружении. Меня зовут Эльмира Масазаде. До встречи на следующей неделе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин